здравствуйте дорогие подписчики моего канала несмотря на поздний час сейчас москве практически половину первого ночи я хотел обсудить картину наступающей неделе 12 по 18 июля просьба просигналить есть ли звук идет ли он по этой гарнитуре напишите пожалуйста идет есть звук или нет и мы сможем с вами продолжить я сделал небольшие наброски основных моментов недели и сможем с вами применить те новшества которые были в прошлый раз которые вам понравились это значит мы можем посмотреть на карту на моем ноутбуке посмотреть как выглядят планетарные позиции я так понимаю что написано да а значит очевидно видно давайте переключаться на где камера переключается наверное вот здесь так ну вот мне кажется удалось сейчас вы видите картину на экране моего ноутбука значит какая дата давайте посмотрим дата стоит 12 июля значит планеты выставлены на понедельник что мы с вами видим мы видим с вами что до сих пор на небе сохраняется достаточно сложный тал квадрат который был неделю назад более точным который образован венера и марсом они находятся в жесткой аспектации с ураном аспект расходящийся конечно уран 14 венера 18 но можно сказать что это еще хвост это еще шлифт довольно тяжелого аспекта который может серьезно но приносить большие неприятности для для артистов поскольку это знак льва иногда для детей иногда для звезд и ярких личностей иногда даже для президентов и королевских персон несмотря на то что аспект расходящийся марс например 19 и уран 14 и в понедельник еще вот такое скопление вместе с луной наблюдается на небе и я боюсь что первые дни недели будет ощущаться еще шлиф напряженного очень того квадрата который формально был в начале июля поэтому можно сказать что третью неделю июля мы с вами будем ощущать последствия тех событий которые у нас с вами происходили где-то в первые десять дней этого месяца значит мы видим с вами что жесткая позиция позади у нас вроде бы позади да ретроградный сатурн 11 и венера 18 то есть венера прошла этот аспект ну дней пять назад но идет вот этот вот шлейф и мы находимся все равно в русле тех событий тяжелых зачастую для женщин событий повторю для артистов для звезд для президентов для королевских персон а вы за мы заметили по событиям прошлой недели что было одно такое довольно не характерное событие это нападение на президента то что мы с вами встречаем но очень часто я сейчас боюсь не точно сказать президент гаити по моему в общем нападение было на него и на супругу и закончилась трагически вот такая ситуация на небе когда видите казалось бы хорошее соединение в знаке льва но хорошее это венера встречается с марсом это романтическое соединение это любовное соединение но они проходили настолько тяжелые аспекты сопутствующие как бы попали под конфликтный аспект этого года квадратура сатурна и урана от которой сотрясает весь мир очень серьезно что не только плюсы приносит и не только романтические ситуации это венера с марсом но и приносит фактически даже можно сказать притягивает удары к самым ярким и к самым заметным людям и даже даже королевским давайте попробуем вернуться сюда карте раз уж у нас получается переключение значит что мы можем с вами по неделе повторю что это неделя 12 18 июля картина небесная построена на понедельник но мы с вами должны сказать что солнце идет по знаку рака видим понедельник она стоит 20 солнца в гармоничном сходящемся аспекте с нептуном нептун в знаке лекарства и болезни значит мы решаем вопросы медицины солнце в знаке рака означает что семья сейчас родители на первом плане конечно солнце в водном знаке рака означает что ну все кто мог уехал на море на речку на озеро ну и тем более солнце в водном знаке нептун в водном знаке конечно тема воды воды поэтому совершенно правильное решение уехать из города в москве очень тяжело в большую жару сейчас вот правильное решение конечно быть возле водоемов и быть на природе не общаться с водой и общаться также со своими родственниками но заметим что солнце в не всей неделе идет на противостояние с плутоном о чем говорит наш опыт наблюдений профессиональной астрологии что аспекты работают на сходящейся фазе если вы видите в понедельник солнце 20 и плутон 25 то уже в субботу у нас вами ситуация будет какая солнце будет 25 и плутон 25 но аспект не будет работать только на точном вот в субботу он работает всю неделю всю неделю солнце идет на противостояние а плутон это тот самый фактор которого который я называю аспектом шлагбаума когда солнце в противоречии с плутоном вот ощущение что опускается шлагбаум нам создаются ставятся очень большие какие-то препятствия то что мы сейчас с вами видели на экране фактически серьезно наши ресурсы будут выжиматься в течение всей этой недели поэтому для многих она будет даваться непросто и такой розовый оптимистичный взгляд на эту неделю такой ах венера в соединении с марсом все остальное забыли на самом деле ничего розового к сожалению оптимистичного здесь нет потому что они выходят только как беглая парочка влюбленных выходят из-под канонады тяжелых очень ударов и дай бог если будут приходить в себя это не отменяет возможных романов и любовных отношений конечно это будет прекрасно это будет происходить но то в какой-то обстановке это очень жесткий антураж значит противостояние солнце плутон это частый момент когда нужно проявить характер проявить волю когда нужно защитить себя и свой бизнес от каких-то атак и попыток ограбления разрушения может быть и свое здоровье тоже слишком много лучше не тратить на этой неделе большие кредиты лучше не ввязываться потому что плутон такая планета которая ну солнце серьезно может потрепать скажем так солнце это наши жизненные ресурсы вот и мы можем остаться к выходным надеюсь что не все и не часто это будет происходить но есть такая опасность остаться без ресурсов там с какими-то совсем небольшими последними суммами денег такая опасность в общем то есть и поскольку это знаки связаны с жильем недвижимостью с родителями то некоторые напряженные ситуации по теме жилья по теме аренды помещений аренды жилья или по здоровью родителей или по большие траты по этим темам они могут нас серьезно беспокоить теперь найдем еще раз переключатель так вот так и посмотрим что происходит с меркурием вернемся к карте значит меркурий у нас вот здесь вода вот сейчас идет финал чемпионата европы достаточно интересно идет с точки зрения астрологии потому что если я не ошибаюсь прямо в процессе этого самого финала меркурий поменял знак и как только поменял по моему итальянцы забили гол и сравняли счет если вдруг он помогает итальянцам не удивлюсь если они вообще победят потому что этот меркурий идет на сходящийся аспект с юпитером значит о чем говорит переход меркурия во первых ну во первых два с лишним месяца меркурия в близнецах закончились он нас мог серьезно помучить вот в этом знаке близнецов он из-за ретроградности он шел вперед останавливался шел назад останавливался шел вперед все время на квадратах с нептуном с нептуном с нептуном он очень серьезно нас мог помучить плане здоровья нервной системы и бумаг и много всего значит двойственность создавал довольно серьезную то телефон купил то телефон продал то телефон поменял то еще что то в общем не просто для организации жизни вот теперь он закончил наконец-то все что было по близнецам связаны с документами перепиской телефонами поездками закончилась вот буквально в полночь 12 июля и у него хороший аспект с юпитером как вы видите прямо вот в течение понедельника радоваться нам или нет ну по стандартной трактовки да мы должны получить хорошие новости но я понимаю что такое юпитер в рыбах юпитер в рыбах это последнем знаке зодиака это далеко не всегда хорошие новости потому что это рыбы поэтому говорить надо сдержанно и когда выписывал трактовки к эфиру я постарался выписать что-то более сдержанное не в плане того что ах все потрясающие новости прекрасные знакомства супер везение поездки невероятные и вообще вы познакомитесь с каким-то миллионером или встретите своего учителя да можно встретить своего учителя можно познакомиться с успешным богатым человеком вот можно опубликовать какую-то важную статью или прочитать такую статью но если говорить как-то более сдержанно разумные решения мне нравится такая трактовка хотя сам я гармонию меркурия юпитера трактую как общение с королями общества общение с какими-то известными успешными знаменитыми или может быть возможность самому присоединиться к кругу таковых может быть помощь от родителей потому что меркурий переместился в знак родителей или активное общение с родителями да но имейте ввиду вот сейчас юпитер в знаке медицины как вы не любите когда я говорю про вакцины но от этого никуда не уйти планета помощи и счастья сейчас в знаке медицины юпитер а нептун там уже в общем с десяток лет наверное поэтому вроде бы понедельник с эффектом плюс но аспект очень быстрый и не обязательно только про хорошие новости вроде бы самая гремящая сложная канонадная обстановка на небе уходит в прошлое она была первые 10 дней июля вроде бы самые большие опасности позади будем надеяться может быть в понедельник еще что-то нас накроет потому что луна в соединении с марсом будет в понедельник а это знак горячий знак огня лев до марс планета горячая поэтому на соединение с марсом ну я не знаю там если вдруг англия победит финале бедный лондон вместе с вэмблей будет разгромлен и мы скажем боже мой мы потеряли мировой европейскую столицу то есть на самом деле что я хочу сказать это не шутки когда в огненном знаке луна соединяется с марсом это буйная энергия которая выплескивается наружу и это может быть опасно что еще обычно вас интересует ну ход луны интересует и для этого я такую табличку здесь у себя в программе вывел на экран где мы можем добавлять даты а вы будете смотреть как перемещается луна то есть я вам показываю фрагменты своей живой работы на своей программе астрологической блин да тут 13 добавилось добавилось значит видите что луна теперь в знаке девы да вот она здесь 13 числа луна в знаке девы и добавим еще день 14 июля плай 13 14 и даже 15 луна так лай в знаке девы что это время заниматься диетой ходить по поликлиникам аптекам больницам заниматься своим пищеварением домашними животными наведением порядка возможно кому-то удастся наконец-то дома или на рабочем месте навести порядок ну да либо помыть свою машину либо доехать парикмахерская и так далее на это время бюджетно бюджетных простых спокойных решений не шикуем не тратим много денег 16 число смотрим как двигается луна вот она в красивом голубом знаке весов 16 это пятница и обратите внимание как уточняется противостояние солнца плутон профессиональный островок никогда не смотрит на ход луны только потому что он очень поверхностный гораздо важнее чем ход луны аспекты больших но не больших а средних планет на самом деле вот она солнце 24 вот он плутон 25 то есть усиливается капкан вот этого аспекта шлагбаума луна только какие-то поверхностные плюшки хотя конечно обычно в большинстве месяцев нашей жизни луна в весах это здорово потому что это хорошо для любви им хорошо для красоты хорошее настроение хорошие покупки значит 17 число посмотрим где мы с вами чтобы вам тоже было видно чтобы был эффект приобщение да вот на 17 число у нас завершает прохождение по знаку весов это суббота и в субботу вечером она уже переходит знак скорпиона после десяти вечера если я здесь для москвы поставлю 22 мы сделаем apply то есть применить и вы видите что в 22 по москве она уже в скорпионе это значит что вечер субботы это опасное время солнце поражено плутоном и луна скорпион и воскресенье тоже у нас с вами солнце поражено плутоном и луна скорпион значит выходные у нас опасны для здоровья для финансов и несколько взрывные я бы сказал с точки зрения личных отношений личного общения вот такая ситуация на этой неделе получилось в общем больше предупреждений чем радостей наверно и повторю будет прекрасно если кто-то обретет роман и любовь но задача астрологического обзора выполнять для вас функцию лоцмана то есть помочь вам правильнее пройти какие-то сложные места наступающей неделе подсказать где какие акценты есть где плюсы где минусы пока прям больших плюсов на этой неделе я не вижу за исключением того что самые тяжелые 10 дней июля они вроде бы позади то же самое противостояние солнце плутон чтобы вы понимали мы с вами проживаем каждый год каждый год вот в июле постоянно последние 10 лет мы постоянно в начале июля это проживаем то есть мы в принципе адаптированы к этому мы с вами уже опытные к сожалению где-то даже биты поэтому не надо этого сильно прям бояться мы с этим уже не раз и не два справлялись просто вот эти комментарии которые я даю может быть вам помогут легче справиться с этой неделе значит понеделье это все ну что касается учебных планов у нас евгений волоконцев онлайн скул сейчас я работаю над программой нового большого тренинга секреты успешных отношений все про взаимоотношения между людьми про синастрии сейчас программу мы формируем возможно через несколько дней она уже будет готова и начнем приглашать сначала по спецусловиям наших студентов онлайн школы школы а потом выложим анонс для всех желающих идея такого большого тренинга в том чтобы не суживаться до темы только любви и любовных отношений как мы делали два года назад чтобы мы разобрали вообще все пространство астрологии совместимости где есть очень важные блоки какие я считаю важными но у деловые отношения деловые отношения благодаря которым мы можем зарабатывать деньги быть стабильнее в своей профессии добиваться большего успеха большего социального веса я считаю очень важный блок это отношения дети родители нам с вами очень важно понимать как дети воспринимают нас кто мы для наших детей кто есть дети для вас потому что без объективного инструмента который нам дает гороскоп вы даже не знаете а кто для вас ребенок ребенок может попасть вам в любой из 12 ваших домов и быть для вас там или этим или этим или этим ли этим пока мы не посмотрим это через наложение гороскопов и даже не будете иметь того что дает астрология астрология дает объективную картину ну и соответственно вы можете посмотреть кто вы для близкого человека или делового партнера или вашего ребенка в общем моя идея объяснить особенности астрологии отношений осветить такой пункт работает ли совместимость по знаком солнца как работает в чем работает как ее использовать как не переоценивать мы обсудим установочные вещи конечно планеты аспекты орбисы и точки я планирую описать все синастрические аспекты которые вы можете встретить то есть там ваше солнце ваша луна ваш меркурий венера марс репетер сатурн как они аспектированы точками партнера думаю нам придется осветить такие вещи как кармическое партнерство что вы получаете как это трактовать нужно будет описать планеты партнера во всех домах нашего с вами гороскопа обсудим очень тонкую важную вещь наложение сеток домов и обсудим такую тему как прогнозирование всенастрях как правильно увидеть периоды счастья расцвета кризиса в личных отношениях и деловых отношениях будет у нас с вами такой важный пункт как отличие временных и постоянных отношений я считаю что чтобы мы не питали иллюзии важно это понимать конечно обсудим самые позитивные счастливые указания всенастрях и самые негативные несчастливые указания чтобы у вас тоже эта вся информация была на руках значит и будут особенности личных отношений деловых и отношений ребенок родитель которые я считаю очень важными и будет необычный пункт который я пока назвал не классические методы и подходы оценки синастрии там вас будут ожидать некоторые сюрпризы пока не раскрываю подробности вот и что вам может это давать я думаю что мы там сделаем не знаю 58 вебинаров теории потом два дня практики что-то в этом роде еще два дня поработаем над программой и будем уже делать анонсы вы сможете понимать что ожидать от партнера важно ли это человек вашей жизни есть ли с ним какие-то важные или незавершенные кармические задачи дарит ли вам такой партнер счастья с каким партнером повышаются доходы как на вас реагирует близкий человек или ребенок кто вы есть для него на самом деле если у вас успех свадьбы хорошо ли с этим человеком работать или создавать семью как выделить проблемных или успешных людей вашем окружении и так далее еще много можно дальше продолжать это я вам показываю наброски своей работы как вы знаете у меня есть большая рабочая тетрадь и в этой тетради соответственно я сначала руками прописываю все всю программу а потом уже это выливается наши занятия 3 вот такой у нас с вами полуночный эфир в записи его конечно смогут смотреть на моей ленте если у вас есть комментарии про текущую неделю пишите пожалуйста если есть комментарии по астрологии совместимости что для вас важно что для вас ценно что вы хотели бы обрести получить пишите потому что сейчас я и наша команда в стадии формирования и созревания мы все равно как бы варимся на эту тему поэтому вы можете нам подсказать что-то важное в каких ситуациях вы хотели бы для вас важно сориентироваться на этом на сегодня все всем удачной недели берегите себя хорошего здоровья всем счастливо пока